Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава называется Бешалах. После того, как Всевышний нас испытал отсутствием воды. Нет воды. Это было после того, как мы получили перепелов, получили ман, не стало воды. Мы требуем воду. Маша говорит, что Всевышний немного побьет меня камнями. Всевышний говорит, возьми посох, пройди с этим посохом в скале, на глазах у старейшин стукнешь посохом по скале, пойдет вода. В общем, мы знаем, что Всевышний дал воду. Но мы фразу это говорили, есть ли Бог среди нас или нет. После всего, после всех чудес, что мы получили. Такую фразу. И наши мудрецы приводят такой рассказ. Они говорят, что идет папа, на плечах несет сыночка. Сыночек видит какой-то предмет на земле. Папа, дай мне его. Папа наклоняется, дает предмет сыночку. И следующий предмет, он тоже. И третий, и так дальше идет. Потом проходит какой-то прохожий мимо. И этот сыночек говорит прохожему. А ты не видел моего папу? Тогда папа взял, опустил сыночка на землю. Его укусила собака. И вот так же произошло и в данном случае. Когда мы начали сомневаться в присутствии Бога, который был с нами. Который нам вообще все открыто показал. Чудеса, которые вообще никто не видел. Ни один из народов. И тут такое случилось. То естественно пришел им Олег. Откуда он взялся, непонятно. Он живет на огромном расстоянии отсюда. Он кочевный народ был тогда. Они успели пройти в невероятное расстояние. И напали неожиданно. Это была страшная битва. И не могли мы ничего сделать. Он реально убивал. Он реально никого не щадил. Просто резал и все. И тогда Маше молится. Он стоит на горе. Поднял посох вверх. Руки вверху. Молится Всевышнему. Просят о спасении. Огронный хур с ним на горе. Хур это сын Мирьям и Калева. Племянник Маше и Огрона. И все. И Маше уже сил нет молиться. Когда Маше держит руки вверх. Молит Всевышнего. Егошева побеждает. Когда руки слабеют. Молитва слабеет. Побеждает Амалет. Тогда написано, что Огронный хур взяли. Камень не поставили под Маше. И держали посох. И к вечеру. Егошева слабила Амалека силой меча. Почему именно камень под Маше подложили. Наши мудрецы говорят. Потому что Маше не может сидеть на удобном кресле или стуле. Когда страдает народ. Он тоже сопереживает. Поэтому он сидит на камне. Кто такой Егошева? Ведь мы знаем, что имя его Оша. А Егошева он станет, когда мы пойдем в разведку. А это будет больше, чем через год. И тогда для укрепления Оша будет добавлена буква от имени Сарай. Она была Сарай, стала Сара. Буква Юд осталась. Добавит тогда Маше букву Юд. И станет он Егошева. Он потомок Эфраима. Там есть об этом ссылка. Эта книга называется Деврея Мим. Это книга писания. История про Писание. Третья книга писания. Так вот. Написано, что. Сцены Эфраима. Стрелки из Лука. Вышли из Египта. И напали на них жители Гата. Плештим. Всех убили. И горевал по ним Эфраим. И он родил сына. Назвал его Берия. Потому что несчастье было в доме его. И от этого Берии восьмым родился Егошева сын Нун. Вот. В этой цепочке есть у нас и дедушка Егошева сына Нуна. Его зовут Ильшама сына Мегуда. В общем, он воська Лена Эфраима. Мы это будем читать в Египте Медвар. В общем, вот так. И он становится таким человеком. Невероятным. Он руководитель народа. И впоследствии он возглавит вместо Маше наш народ. В общем, Амалека только ослабили. И не уничтожили полностью. Но он единственный, кому удалось убить хоть одного человека у нас в пустыне. Убил людей, кто ослаб и отстал. Это не значит, что просто слабость была. Именно ослаб в вере. Что перестали верить во Всевышнее. Он реально убивал. И Медраж говорит, что он просто резал те места, на которых обрезание. Подбрасывал вверх. Амалек говорит, вот тебе твой союз Всевышнему. Такое говорил Амалек. И Амалек это человек, который не боится Бога. То есть он готов убивать, лишь бы сделать зло еврейскому народу. Он готов убивать и свою жизнь не жалей. И с ним у нас четыре войны в пустыне. Вот это было первое. Самое страшное, когда ему удалось убить. Вторая война у нас случилась с ним, когда мы в пустыне были и пошли в разведку. Всевышний сказал, идите в страну, в страну Кнан, живите там. Мы говорим, нам послать в себя людей, послать разведчиков. И Маше обращается в Всевышний. Всевышний говорит, от себя пошли людей. Я вам говорю, идите. Если вам нужно удостовериться в этом, тогда от себя пошли людей. Маше послал в себя людей, самых лучших вождей. И среди них был Иошал Сенуна. В общем, пришли вожди. И 10 из 12 сказали неправду. Мы это особо не видим. Но Всевышний пишет, что они возводили злую молву на страну, которую высмотрели. Злую молву возводили. Поэтому мы знаем, что они что-то сделали отвратительное. Вот так. И они не были простые люди, которым можно простить. Когда человек большой, на высоком духовном уровне. Конечно, они заслуженно получили. Всевышний сказал, что вы не войдете в страну. И Всевышний нами недоволен. Он нам это сказал. А мы плакали в ту ночь. И Всевышний сказал, раз вы плакали в ту ночь напрасно. Что-то поверили разведчикам. Что там великаны, что они вас победят. И ваши дети пострадают. То говорит, теперь в эту ночь будете плакать не напрасно. В эту ночь на 9 аула. Когда мы говорим. Мы поднимемся в страну и завоюем ее. Ты же нам говорил, иди. А Машей говорит, все. Вы остаетесь в пустыне 40 лет. Всевышний сказал, теперь будете жить в пустыне 40 лет. За то, что вы 40 дней ходили на разведку. И сделали зло. Теперь 40 лет будете жить в пустыне. Мы сказали, мы все равно пойдем. Машей говорит, не идите. Ковчег остается в стане. Всевышний вам помогать не будет. Но не тут-то было. Мы решили подняться в горы. И вышли. Написано. К Наане и Амарикитяне. И били нас. И громили нас. До хормы. До разгрома. Хорошо. И вернулись мы и плакали. И главное так. Это если взять, посмотреть, получается. Просто если посмотреть, получается потерпели полное поражение. Но не тут-то было. Если мы надеялись все-таки, что это наш Папа Всевышний. И мы не говорили, если Бог среди нас или нет. Мы просто боялись. Но почему это мы рискнули подняться на страну Кнаан? Ведь это даже не один Амалек. Это же 31 Кнаанейский царь. Это Лот. Который был пленен Эмарейскими царями. Сихоном был пленен. И вот там часть страны Сихон отвоевал. Значит, потомки были Лота. Эмарей. Так мы читаем в книге Дворим. Вот получается. Два Эмарейских царя. Амалек. Амаав. И 31 Кнаанейский царя. Это мировая война. В то время. И мы пошли на такое полчище. Небольшим народом. И пишется. И вышли Эмарей, жившие в тех горах. И били вас, как делают пчелы. И гранили вас от сиро до хормы. И вернулись вы и плакали. А наши мудрецы говорят. Стоп. При чем здесь пчелы? Когда Всевышний говорит, что убьет. То он пишет, что шершие пошли убьют. Пчела же кусает. И не убивает. А сама погибает. Она кусает. Поэтому пишется, что они сами гибли. А нас покусали. Мы вернулись и плакали тукусом. Но все мы остались живы. Потому что мы все-таки знаем, что это наш папа. Да, Всевышний сказал, что все равно вы никуда не пойдете. Я вам сказал, что 40 лет будете жить в пустыне. Но нас только покусали. А их, конечно, положили миллионами. Потому что если нас по одной пчеле укусило 600 тысяч человек, то 600 тысяч врагов погибло. А если по 10, то миллионами. Может, сколько пчел нас укусило, что вы плакали. Что взрослый мужчина может и не плакать, если одна пчела укусит. Значит, помного укусило. Чем нас больше укусило, тем больше погибло. Это была вторая война с Амалеком. Третья война. Умер Агарон. Отошли облака славы. Это 39 лет. Уже 39,5 лет почти мы в пустыне. И увидел это Амалек. И напал. Еще хитро напал. Переоделся в кнаонейскую форму, чтобы мы молились. Отдай нам кнаонеев Всевышнему. А мы что-то поняли, что они там вроде в кнаонейской форме. Но они или говорят, и мы поняли, что нет. Что-то здесь не то. И мы начали говорить, отдай нам этот народ. В общем, первый раз нас победил. Захватил пленных, пишется. Мы испугались. И решили вернуться назад в Египет. Это было поколение уже новое. Поумирали те люди, которые были в тот момент, когда ходили в разведку. То есть за 39 лет уже поумирали эти люди. Новое поколение. И боялось воевать. И мы решили вернуться. Потом Раши пишет. Сыны Леви погнали за нами. Со всеми коленами была братоубийственная война. Перерезали друг друга. Это страшное дело. Потеряли 7 колен сынов Израиля. 7 семей из сынов Израиля. И 4 левицких семьи было убито. То есть страшное дело. 11 семей было потеряно. Но тем не менее мы вернулись и начали молить Всевышнего. Отдай нам Кнаанеев. И Всевышний нам их отдает. И мы их разгромили. И вот этот Кнанеицая Рада это и было Малек. Вот это мы их перебили тогда. И тоже 4 война. Гранили до хоровы. До разгрома мы их добили. Вот так вот. И больше мы не теряли ни одного человека. Только в первой войне потеряли. Все таки мы понимали кто наш папа. Вот так вот. Все. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Рогу дан за поднятие души. Ида Бат Яков. Игорь Бен Лев. Берта Бат Исраиль. Павел Ефим. Самый Бен Герш. В памяти Ури Бен Харитон. Мендель Бен Мендель. Яков Бен Нахум. Владимир Бен Григорий. За здоровье Светлана Бат Клара. Шимон Бен Исхак. Борис Бен Мария. Анна Бат Ривка. Полина Первая Бат Соня Сура. Лена Бат Клара. Женя Бат Ида. Анна Бат Елена. Ефим Бен Эстер. Двора Бат Миря. Моисей Бен Ева. Ирина Бат Двора. Йосиф Бен Раиса. Инесса Бат Мэйль. Евгений Бен Берта. Евгений Бат Ита. Фира Бат Анна. Геннадий Бен Елена. Ольга Бат Светлана. Йосиф Дан Бен Цара. Таня Бат Фрида. Ида Бат Рива. Ваним Бен Надьяна. Юрия Белла. Яков Йосиф Бен Рахель. Шимон Бен Мира. Фейга Бат Берта. Аси Бат Года. Марк Бен Нина. Ира Бат Вера. Леор Бен Клара. Рафаэль Бен Клара. Ханна Цепора Бат Сара. Ида Бен Хая Авива. Эфим Бен Цоня. Майя Бат Фаина. Алексей Бен Ольга. Гая Бат Вадим. Масло Бараса Сгула. Ирина Батурия. Ронария Бен Ури. Захороший Духа. Ронария Бен Двой. Роднис Бен Ахум. Марченко. Из-за всех тех. Мы молимся. Его еще в списке. Этам нет. Кто просит меня. Боже, где-то что-то забыл. Все. Всем Брахап Парнаса Каванам. Мазал то, что мы это время не грешили. Учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть рочно закончится эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 15 часов. Шалом.